ребят всем привет единственная сегодня не смогу читать вопросы которые есть на ю тубе потому что у меня второй телефон вообще не тянет интернет поэтому будем видимо как-то с вами на ощупь ориентироваться микрофона нет я не дома я на красной поляне здесь микрофона нет я его не взяла если не слышно или плохо слышно я могу только громче говорить либо либо заканчивать эфир потому что микрофона нет вот напишите как слышно куда-нибудь у меня всплывашка всплывет и я вижу пойдет ладно пойдет так пойдет да ну хочу с вами во-первых поделиться что у нас завтра уже прощание будет на перезагрузке это такой мини ретрит или продолжение обычного ретрита не знаю даже как назвать это именно перезагрузка где мы разговариваем других вещах о тех вещах которые которые наверное нужны для каких-то жизненных ситуаций для жизни меньше философии но с другой стороны опять же достаточно много поговорили про другие миры про другие эфир слышно хорошо сейчас все отлично такие все-таки разносторонние были темы и сегодня мы так в такой баньке были не знаете кто-то смотрит stories мои в telegram вот я туда скидываю каждый день что-нибудь что мы что мы делаем как мы делаем как я что делал если даже я не на ретритах вот поэтому можете смотреть это там такие кружочки в телеграме и там как раз на мне на лафлане можете посмотреть как 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 а у нас сегодня была шикарная баня это конечно же я вас заманиваю чтобы следующее мероприятие вы с нами отметили следующее мероприятие это уже новый год будет вот и в новый год у нас тоже будет в том числе и баня в горах это просто чудо чудесное а какие вопросы я ребят наверное все же не смогу выйти на свою страницу вот он не не пускает чтобы почитать вообще если если какие вопросы а вот вот чуть-чуть чуть-чуть зашло не знаю сколько она будет листаться но по крайней мере пока вот написано вижу что и видно и слышно хорошо ладно посмотрим насколько они будут обновляться а сейчас ребят найти я бы вам вам про чтобы хотела рассказать наверное рассказать и поделиться это как раз произошло но это происходит всегда но очень ярко произошло у нас сегодня в бане с девчонками то есть у нас есть девочка и она говорит ну вот как вот быть вот у меня вот такая-то ситуация как быть вот я говорю но вот у тебя эта ситуация она из-за чего то есть начинаем разговаривать и она говорит да это все понятно а как быть то дальше начинаешь говорить но вот так то так то вот откуда она почему она вот зачем она тебе нужно почему так произошло и тогда вы просто да это все понятно это я все знаю а как быть то и ребят на самом деле очень много таких вопросов как быть когда ты и как быть когда ты не слышишь ответа это уже другой вопрос смотрите я же достаточно много на каждом на каждом прямом эфире у меня в бесплатном доступе вот этих прямых эфирах по моему уже на каждую тему но большое количество и я там говорю об одном и том же все время об осознанности все время о том почему вы это не принимаете все время о том что за этим скрывается если конечно не касаемо каких-то заболеваний где нужно идти вглубь и очень часто вы не видите той банальной инструкции которая которая есть которую я постоянно даю но это не потому что там кто-то какой-то тупой или как мне говорят я себя чувствую каким-то неполноценным что я это не вижу нет это это не проект это как раз про то что когда вы идете в отрицание вот у меня есть определенный круг людей с которыми я сотрудничаю сотрудничаю по каким-то по как по определенным вопросам да вот и там они там они ученые вот так назовем но они ученые есть вот но кто-то в кандидаты кто-то кто-то с диссертации там пишут еще не важно в общем те люди которые которых я считаю достаточно эрудированным и они не например говорят света посмотри вот туда что ты там видишь и я начинаю смотреть в эту сторону и вижу какие-то определенные моменты какие-то определенные процессы вижу какие-то картинки и эти картинки я им говорю на своем на каком-то любушачьем языке там бантики кружочки и они из них выстраивают уже какую-то научную сети накладывают их на цифры накладывают их на какой-то на какие-то опыты на какие-то те вещи которые там проходили которые писали писали списаниях как ну в общем очень много на что и выдается какой-то сухой остаток и я это к чему говорю я это говорю к тому что если бы они мне не сказали куда посмотреть если бы они мне сказали посмотри туда а я не знаю куда смотреть я бы им сказала я не знаю куда смотреть я Там не может быть того-то, там не может быть ещё что-то, если бы я пошла в отрицание. Но я понимаю, что в этом мире отрицания не существует, и ты просто углубляешься в то, куда тебя направили, и ты просто тотально углубляешься без непринятия, без ожидания, что ты должен увидеть, либо почувствовать. Просто идёшь туда, куда тебя развернули. Именно об этом я всегда ребятам говорю даже в ретритах, в марафонах, в каких-то встречах, в перезагрузке. Не идите в отрицание. То есть если вы идёте в отрицание, вы себе сразу же прерываете это. Если бы я пошла в отрицание, то я не том, что не посмотрела бы в эту сторону. Я бы никогда не узнала, что эта сторона вообще существует. Но если ты уберёшь себе вот эти вот барьеры отрицания, то ты только тогда сможешь пройти намного глубже к самому себе. То есть что происходит? Тишка, меня твои ноги смущают. Они как раз отражаются в окне. И ты шоркаешь, 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 и я мысли теряю. Всё, вот так вот и лежи, не шоркаешь. И происходит что? Что я человеку говорю, например, посмотри, вот давай посмотрим вот на эту ситуацию вот так. И мне человек говорит, я так уже смотрел. И не идёт туда. Что это значит? Это значит всего лишь то, что ты туда смотрел вчерашний. А когда ты туда смотрел вчерашний, ты уже не сегодняшний. У тебя уже другое мировосприятие. Хотя бы на чуть-чуть, но другое. У тебя мироощущение другое. Ты другой стал. Ты ситуацию видишь уже по-иному. Ты её воспринимаешь на уровне чувств уже за это короткое время, за длинное время, неважно, по-другому. Почему ты вновь не хочешь туда посмотреть? Почему ты не хочешь посмотреть, когда у тебя есть проводник, который тебе поможет пролезть в этом коридоре, чтобы увидеть, что есть в конце туннеля? Это, наверное, основной вот этот вот затык, который есть у многих людей. Когда им говоришь, посмотри туда, и они через отрицание говорят, я там уже смотрела, я там уже всё перерыла, я там уже всё проработала. Но если тебе кто-то это говорит со стороны, задумайся, почему это сказано было? Почему тот человек всё-таки увидел эту грань? Может быть, он видит эту грань не с твоей стороны, а с другой стороны? То есть это одна и та же ладошка, только, например, я вижу её как широкая, а человек, который сидит вот здесь, он видит её как узкая. Но это одна и та же ладошка. И, возможно, я эту грань вижу с другого ракурса, со стороны себя. И только когда вы уберёте в себе эти отрицания, я это уже проходил или проходила, я это уже делал или делала, только после этого вы можете прочувствовать новые состояния того, куда вы сейчас углубляетесь. Но вы должны понимать, что это просто этого отрицания, его в принципе не существует. Когда вы сидите, ну ладно, хорошо, я там был или была, хорошо, говори мне, послушаю тебя. Это тоже не работает. Когда ты не вовлекаешься в свой процесс прохождения самого себя, а просто на отмашку говоришь, ну говори, то это получается, что ты всё равно закрылся ширмой, и через ширму ты говоришь, я что-то ничего не вижу, что ты мне говоришь, а ширма-то осталась. Убери эту ширму, раскройся перед самим собой. Мне же не обязательно озвучивать какие-то вещи, если кто-то стесняется, если кто-то ещё что-то делает. Я просто говорю, с какой стороны это посмотреть. И очень часто бывает, что когда я прошу с какой-то стороны посмотреть, ну практически всегда, это же я говорю не для того, чтобы вновь выйти на эту поверхность, а я это говорю, чтобы понять и прощупать, а где вот этот затык твой образовался. В этой жизни, в этом воплощении, или это принесли тебе кто-то из твоего генетического звена? Бабушки, дедушки, пра-пра-пра-пра-пра кто-то. Это же очень хорошо видно, но если ты туда не идёшь, если ты сам не раскрываешься, как я могу тебя раскрыть через, как я могу тебе дать возможность вспомнить твою прошлую жизнь? Как я могу дать возможность тебе вспомнить то, что ты и там несколько твоих поколений с огромной важностью несли этот рюкзак чудачеств? Как это мне сделать, если ты закрыт? Вот если вы хотите открываться, ребят, просто открывайтесь, вы открываетесь перед самим собой. И если вы чувствуете, что у вас есть какое-то непринятие какого-то момента, идите в него. Идите в него с той же грани, в которую заходили. Идите в него с других граней. Если вам кто-то резонирует из ваших знакомых, из тех, кто, например, ведёт какие-то, что-либо ведёт, если вам кто-то резонирует, почему не спросить, почему не узнать, а через что они это увидят, через что они могут заглянуть туда? Ведь это глубина. Мы очень часто начинаем прорабатывать те вещи, которые не несут никакой смысловой нагрузки в этом воплощении. И вы настолько перегружаете себя, вы настолько опустошаетесь, прорабатывая один и тот же момент, одну и ту же какую-то проблему, вроде бы уже со всех сторон, но решить её не можете. Но вы ведь появились не только сейчас. Вы ведь есть и в воплощении, в продолжении, в начале ваших родителей, ваших бабушек, ваших прабабушек. И так можно говорить много. Вы же сюда пришли в том числе. И эта душа не только возродилась, она же была и в другом теле. Она же проходила и другие опыты. И у неё же были свои моменты, которые она не смогла там закончить. И вот с какой стороны вы это несёте, со стороны своих предыдущих воплощений, либо со стороны своих родовых программ, вы это можете всё увидеть, вы это можете всё прочувствовать. Вы это можете всё прощупать, когда вы готовы открываться, когда вы готовы идти в это, когда вы готовы не отрицать того, что это есть. Вы можете хоть сколько отрицать, что нет каких-то там перерождений. Вы можете хоть сколько отрицать какие-то родовые программы. Но с родовыми программами не нужно работать там. Я вас не веду туда работать. Я всегда работаю здесь и сейчас. Но эту программу нужно просто увидеть. А она всегда, вот когда ты на человека смотришь, её видно сразу же. Видно сразу, с какой стороны что стоит. Где эта загвоздка. Но я не могу это сказать человеку просто потому, что я это вижу. Мне нужно человека вывести, чтобы он сам осознал, куда он идёт. Не что я ему скажу, а куда он идёт. И ниточка за ниточкой он начинает вспоминать те моменты, которые максимально глубинные. И когда вы понимаете, когда вы это понимаете, когда вы это осознаёте, когда вы это видите, когда вы это чувствуете, назовите это как хотите, то тогда у вас больше не будет шанса себе врать, что вот это через это. То есть тогда ты просто уже принимаешь, либо я готов это осознать и понять, нужно мне это или нет здесь, сейчас, в этом воплощении, в этой жизни. Либо ты идёшь в отрицание и дальше живёшь. И можешь прорабатывать это попсовой психологией, поверхностной психосоматикой. И это неплохо и нехорошо. Это тоже твой опыт. Возможно, для следующего воплощения тебя. Ребятки, если есть вопросы, задавайте. У меня вроде YouTube открылся, но если я правильно вижу, то только один комментарий. Если есть ещё вопросы, то задавайте, я отвечу, а если нет, то я дальше буду с ребятами проводить последние деньки, последние часы. Вроде бы всё. Я не знаю просто, как работает интернет, поэтому мне сложно об этом говорить, не вижу я. Тогда я, ребят, сделаю сегодня вот такой вот коротенький эфир. Если нужно будет раскрыть тему побольше, пошире, пообъёмнее, поглубже, поплотнее, то вы мне обязательно пишите, а я вас всех обняла. И, конечно же, жду на Новый год, жду на ретриты, чтобы мы с вами проработали каждую мелочь. Каждую мелочь, которая вас цепляет, которая вас держит, которая вам не даёт, по вашему мнению, раскрыться. И вы обязательно этого видите. Так, какой-то вопрос. Светлана, из меня сосут энергии бывший муж и некоторые люди из моего окружения чувствуют. Ну, во-первых, я скажу так, что ты это позволяешь это делать? Без нашего ведома у нас никто ничего не сосёт. Ты позволяешь это делать? Почему ты это позволяешь делать? Почему тебе это удобно? И что за этим стоит, это тоже можно разобрать, что за этим стоит. Потому что это одно из... То есть по одной смс-ке я, конечно же, не смогу тебе всего этого рассказать. Но это как раз та ситуация, когда мы себе создали тот уровень жизни, ту чувственность жизни, в которой мы позволяем себе быть в том числе и такими бедными. Вот они такие. То есть ты же поделила, муж плохой, и некоторые люди плохие. Из твоего окружения сосут из тебя энергию. Ты такая хорошая, которая вот такой вот энергоресурс. Почему тебе важно быть хорошей? Почему ты думаешь, что этот нехороший мужчина, абсолютно не имеющий энергию, вдруг начал твою энергию сосать? У него энергии нет, ты уже определила, а у тебя её в избытке, видимо, да? Тут, ребят, намного глубже всё. Если хотите, чтобы в эфире разобрали какую-то ситуацию, вы мне можете написать в личку, но подробно. А если я не хочу раскрываться? Ну, не раскрывайся. Просто на ретрит же приезжают те, кто хочет раскрыться, кто хочет пройти в глубину себя и узнать новое расширение самих себя. Поэтому они раскрываются. Не хочешь раскрываться? Не раскрывайся. Это твоё право. Благодарю за информацию, которая нам помогает раскрываться. Благодарю, Винго. Они на меня действуют, как удав на мышь. У тебя чувство важности, это почему такое? Вот они, им нужно от меня энергию. Им нужно от меня вот это. Ты думаешь, они сами не могут наладить свой энергообмен, почему у тебя такое видение, откуда ты это взяла. Если ты сама что-то отдаёшь кому-то и не видишь в этом отдачи от них, то это нужно спросить, а почему ты это делаешь? Ну, то есть, ребят, вот такие вопросы, они по смс-кам очень, ну, это будет некорректно, да, их раскрывать, да, их раскрывать. Вот. Можно, если кому-то... Можете написать, например, в личку, но не написать, а, наверное, голосовым как-то сказать, ну, максимально компактно голосовым сказать, что там есть. То есть я на, ну, голосовым очень... Поподробнее могу в эфире это осветить, этот вопрос. Вот. Но он, опять же, будет более общий. Всё равно это будет в любом случае на общий эфир, я в любом случае не смогу дать как консультацию, не могу... С вами у нас не будет диалога, а монолог, он приведёт на какой-то процент раскрытия тебя. Хотя я думаю, что здесь ты тоже, наверное, если прочувствуешь, что я сказала, наверное, тоже у тебя многие моменты, ты поймёшь, и они отвалятся, посмотришь на себя с другой стороны. Ребятки, если нет больше вопросов, то я тогда вас обнимаю, и увидимся уже дома, где будет стабильный интернет. Всё, всех обняла, всем спасибо, пока. Всё.